Дорогие братья и сестры, салам алейкум, сейчас 5 часов утра, мы с нашим дорогим Асхат Хазратом после утреннего намаза в мечети. И сегодня мы хотели бы посвятить нашу встречу тому, на что мусульманин должен тратить свое время в поклонении. И мы как раз вот с Асхат Хазратом говорили о том, что есть поклонение индивидуальное, когда мусульманин остается наедине с Господом. И есть поклонение, в котором содержится польза для окружающих. Что же это за поклонение? Каково его достоинство? И особенно хотелось бы об этом напомнить в связи с тем, что мусульмане в последние дни просто очень сильно озабочены сохранением своих сбережений, накоплений. То есть их сердца опять привязываются к Дуне, в ситуации нарастающей кризисе, дорогой Хазрат. И вот в этой ситуации хотелось бы оживить сердца наших братьев и сестер вот этим наставлением про поклонение, которое приносит пользу верующим. И какое же это наставление? Бисмиллаху. И то, о чём мы хотели с вами сегодня поговорить, это ас-садака, ас-садака милостыны, подаяния. Рок Мухаммад написал ас-садака и сказал ас-саляту нур, ас-садакату бурган. Поистине молитва – это свет, нур. Это тот нур, молитва намаз с вами, наш с вами намаз, который там ас-садакату бурган – это аргументом, аргументом на иман, на веру человека. Аллах в этот момент смотрит на человека легко ли он расстается со своим имуществом в пользу других или нет. И самая большая и великая ошибка в тот момент, когда человек думает, что ас-садака уменьшает количество его сбережений. Но, однако, наоборот, пророк Мухаммад сказал ас-садака не уменьшает из имущества, наоборот, преувеличивает. Как только ты отдаёшь, Аллах тебе в десятки, в сотни разы больше возвращает в этой жизни и в вечность. Это как инвестирование в вечность. Поэтому это на пользу других мусульман, ас-садаката. Ас-садака – это тушит гнев Всевышнего Аллаха. Закат – это для очищения имущества. Ас-садака – это для того, чтобы потушить гнев Всевышнего Аллаха. Оно ещё, кроме этого поклонения наедине с Господом, оно ещё приносит пользу окружающим. Приносит пользу окружающим, аль-хам-ду-Лля. И когда ты видишь, когда ты даёшь, что эта садака принесла пользу другим, в их, аль-хам-ду-Лля, жизни, принесла улыбки всеми и так далее, в этот момент Аллах радуется, и ты радуешься. И в этот момент мы не своего отдаём, а из того, что дал нам Аллах. И вот сейчас, в этой ситуации, когда огромное количество мусульман из-за грядущего кризиса, наступающего кризиса, они сейчас больше озабочены своими сбережениями, где их сложить, куда их инвестировать, чтобы их сохранить. В этой ситуации, что является лучшим сохранением для наших сбережений, дорогой Хазар? Это инвестиции в вечность. И хотелось бы на пользу самому себе и всем нам не забывать то, что, какие бы сейчас кризисы не были, какие бы сейчас, там, татааат, вот эти вот, не были под санкции, под шагом, мы должны понимать, ржаку в Аллах, дающие риски от Аллах, Субхану Али. Когда был коронавирус, помните, как все покупали бумагу, там, не знаю, сахар, муку, сидели вот так вот. Да, спудораженные были. Спудораженные. Аллах, Субхану Али, нам не оставило в тот момент без куска хлеба и без гладководы. И эти два года мы прошли. И мы прошли, аль-хам-ду-Лля. И это тоже мы, инща-Аллах, пройдём. А если даже у нас не останется в кусках хлеба, не останется гладководы, значит, наш риск закончился в этой дне. И ни одна душа не покидает. То есть, мы тут должны быть убеждены, якина. Где посланник Аллах, Субхану Али, это, знаете, частичка, никогда, ни при каких случаях, не умрёт ни одна душа, до тех пор, пока полностью не заберёт свой удел, который предупредил Всевышний Аллах. Поэтому, аль-хам-ду-Лля, когда мы даём Аллах, только, Субхану Али, нам прибавляет, когда Аллах, Субхану Али, и вот у любого спросите, Субхану, как только я расстался со своим имуществом ради Аллаха, я не понял, откуда это пришло ко мне в десятки и десятки раз больше. Да, Субхану Али. То есть, чем больше тратишь, тем больше Аллах Всевышний возвращает. И это как раз продолжение наших напоминаний, дорогие братья и сёстры, о том, где лучше сберечь свои средства, которые Аллах Всевышний вам дал в этом мире. То есть, чем больше вы будете расходовать ради Всевышнего Аллаха, помогая людям, то тем больше Всевышнего вам вернёт. И вот это лучшие инвестиции, и это лучшее сбережение своих средств, которые вы потом найдёте у Господа, Инча-Алла, в день расчёта. Представьте, шейх Руслан, Аллах Субхану Али, описывается, что тот, кто дал, он этому фикумин хайю, юафа и лейкум, а антумнату заламон. Аллах Субхану Али, говорит, то, что вы потратили с блага, это вам вернётся, и вы не будете притеснёнными. Имейте в виду, как вернётся вам, и вы не будете притеснёнными. В другом аяте Аллах Субхану Али, рассказал, потому что Аллах относится до 10, это до 700. И кому пожелает вот это вот 700, как 700 колоссер, подобно, как один колоссер, откуда был звёрышка, это умножилось 700. И Аллах Субхану Али умножает, умножает, кому пожелает без расчёта, это как будто нули, где банковский чек, где нули не заканчиваются. Мы не занимаемся расточительством, мы не берём деньги под проценты мусульман, не даём. Но представьте, если человек положил 1 рубль в банк и забирает оттуда 700 рублей, а кто-то миллион рублей, кто-то ещё больше и так далее. 1 рубль. Так же естественно, ты положил, что-то одно сделал, но тебя преувеличил в огромное количество наслаждений из благих деяний. В тот момент, когда мы будем нуждаться в этом, и не будет ни динаров, ни дирхамов, ни долларов, ни евро, ни рублей, ни золота, ни сервера, а будут благие деяний и плохие деяний. Аллах приумножает по своей щедрости, и это указывает, что Аллах не нуждается в нас, и Аллах не поможет поклонению поклоняющих и не навредит грехи грешников. Дорогие братья и сёстры, это лучшая криптовалюта всех времён, и это лучший криптокошелёк, который сохранит все ваши вложения вплоть до Судного дня. Так что делаем садака, и зарабатываем благие деяний пред Всевышним, и зарабатываем дивиденды для нашего Судного дня. До скорых встреч! Сарамоникам! Сарамоникам!